МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ2 вы смотрите новости общественного телевидения наукограда в студии Антонина Лемкова. Евгения Андреев, здравствуйте. Сначала коротко о главных темах выпуска. Прямо сейчас бичане борются за медали. В Краснодарском крае завершается летняя спартакиада учащихся. Кому война, кому мать родна. Бийчани на лжелб ополченца осудили в Туле. От косметологии до газодобычи молодые ученые Бийска готовы к новому конкурсу. А теперь об этих и других событиях подробнее. Из объекта опасности в зону процветания бизнеса. Экология промышленной территории Бийска будет восстановлена. В настоящее время Край уже подал заявку в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Завод ПолиЭкс остановился в 90-е годы. Сегодня небольшая часть площадей вовлечена в хозяйственную деятельность. В одном из цехов функционирует крупнейшее на востоке страны производственное объединение «Алтайский бройлер». При этом пустуют другие площадки, оборудованные инженерной инфраструктурой. И они могут быть задействованы для производства, отметил губернатор. Однако в настоящее время территория бывшего гиганта оборонки представляет экологическую угрозу. Об этом губернатор края сообщил заместителю председателя коллегии военно-промышленной комиссии Олегу Бочкареву. А тот, в свою очередь, заявил, что поспособствует включению территории в программу по рекультивации, то есть по восстановлению экологии и продуктивности земель. Об этом Александр Карлин рассказал на встрече с журналистами региона. Что касается площадки бывшего полиэкса, мы получили очень серьезные заверения в том, что наши заявки на включение в соответствующую федеральную программу по химической и биологической безопасности, как она сейчас готовится, Минпромторгам и другими ведомствами, что площадка полиэкса будет включена, но с какой-то поэтапной разбивкой, имея в виду, что в режиме ограничения бюджетных ресурсов мы должны снять самые острые аспекты проблемы площадки бывшего полиэкса. Одна разработка будет востребована в медицине и косметической индустрии, другая должна заинтересовать тех, кто борется с пожарами и работает в горнодобывающей отрасли. Двое специалистов предприятий ФНПЦ «Алтай» готовы стать участниками конкурса «Молодые ученые наукограда». Они уверены, что их разработки соответствуют цели и требованиям, которые ставит автор проекта депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Подробности у Ирины Дубицкой. Молодые специалисты ФНПЦ «Алтай» неизменны участники всех крупных всероссийских конференций. Именно обичан хорошо знают в научных кругах Новосибирска, Омска, Казани, Московской области. Еще ни с одной конференции наши не возвращались без наград. Поэтому нет ничего удивительного в том, что представители научно-производственного центра откликнулись одними из первых на призыв поучаствовать в проекте депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. В настоящий момент свои наработки уже готовы представить двое специалистов – Дмитрий Глазев и Владимир Попок. Попок Владимир Николаевич подаст проект по принципам компоновки экологически чистых смесевых конденсированных химических топлив, которые могут применяться в газогенерирующих установках при пожаротушении, в автомобилестроении, в горной, нефтяной и газодобывающей промышленности. Владимир Попок – самый молодой кандидат технических наук на предприятии. Сейчас ему еще нет 30, а за плечами уже 150 работ и более 11 патентов. Его коллега по предприятию специализируется в несколько иной области. Дмитрий Глазев убежден – за декстроналем большое будущее. Главное свойство продукта – антитоксичность, а главное достоинство – хорошая совместимость с организмом. Наш продукт, именно декстрональ, сейчас за счет того, что он обладает хорошей биосовместимостью с организмом, его можно добавлять практически во все. Но мы сейчас рассмотрели пищевую область, косметическую область и медицинскую область. Во всех трех областях он показал хорошее действие. Оба потенциальных участника проекта «Молодые ученые наукограда» рассчитывают на победу. А в качестве награды заинтересованы в получении гранта на реализацию своих идей. По словам Артема Кубасова, конкурс, разработанный Александром Прокопьевым, позволит повысить статус молодых ученых и, что самое главное, экономика Бийска от него выиграет. Финансовые вливания, которые вложит данная организация в проекты молодых ученых, станут отправной точкой для развития и создания инновационных и конкурентоспособных продуктов. Что, в свою очередь, будет способствовать развитию экономики города Бийска. Артем Кубасов отметил, если проект будет продолжен в следующем году, то на ФНПЦ «Алтай» обязательно найдутся и другие, желающие в нем поучаствовать. Ведь кадровый потенциал на их наукоемком производстве впечатляющий, как, впрочем, и области, в которых сегодня эта молодежь трудится. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Новости ОТН. А вот ученые из Алтайского института сыроделия разработали бактериальную закваску для консервирования кормов. Продукт подавляет развитие плесени и дрожжей. Чем самым позволяет сохранить питательную ценность кормов и существенно снизить потери белка, углеводов и каротина. Разработчики отмечают, закваска не содержит генетически модифицированных организмов. Она безопасна для людей и животных, не загрязняет окружающую среду и не вызывает коррозию оборудования. Кроме того, у нее нет проблем с передозировкой. На сегодняшний день консервирование с помощью заквасок является прогрессивным способом заготовки кормов для крупноврогатого скота. Разработка алтайских ученых уже запущена в производство. Бичанина, прикинувшегося ополченцем из Донецкой Народной Республики, осудили в Тульской области. Он обманул одинокую женщину и выманил у нее 400 тысяч рублей. С потерпевшей житель Бийска познакомился через интернет. В процессе переписки он представился активным участником народного ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. 46-летний мужчина вымогал деньги у своей жертвы под разными предлогами, в том числе заявляя, что средства пойдут на выкуп попавших в плен ополченцев, а также покупку еды и обмундирование. Поверив в мошенник, у жительницы Тульской области в несколько приемов перечислила житель Бийска в общей сложности около 400 тысяч рублей. Осужденный ранее к уголовной ответственности не привлекался. Своей вины в содеянном отрицать не стал. В итоге районным судом Тульской области Бийчанину назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал его вернуть потерпевшей все деньги, которые он выманил у нее преступным путем. Ровно двое суток осталось у желающих получить высшее образование. В пятницу заканчивают свою работу приемной комиссии. Это последний срок для подачи документов. Особенностью образования этого года станет подготовка только тех кадров, которые востребованы в регионе. Это рекомендация Миноборнауки России. Изменения коснулись и Бийского технологического института. Экономический факультет Бийского технологического института отменил набор студентов на специальности экономика и менеджмент. Сегодня здесь открыты только два направления – торговое дело и бизнес-информатика. Но это не самовольное решение ВУЗа, это призыв министерства. Администрация города с ним полностью согласна. Получилось так, что некоторые специальности в стране, скажем так, юристы, экономисты, в свое время это были очень такие популярные, востребованные специальности. И, естественно, все институты бросились готовить специалистов таких. И получилось так, что сегодня переизбыток просто вот этих профессий. Сегодня не хватает инженеров-механиков, сегодня не хватает инженеров-химиков, которые у нас в городе, кстати, очень сильно востребованы. Сегодня в банке-вакансии Алтайского края тех же инженеров разных направленностей – более 200. При этом экономистов требуется в пять раз меньше, да и заработная плата у них в разы ниже. И такая ситуация наблюдается по всей России. Именно поэтому Министерство образования рекомендовало техническим ВУЗам страны готовить только тех специалистов, которые в регионе востребованы. БИСКУ, как Наукограду, сегодня нужны специалисты оборонной промышленности. Оборонные специальности как раз есть только у нас в институте. Они открывались под конкретные предприятия, и подготовка именно на этих специалистах, она сильная. Инженерно-специальный факультет в БИСКУ открылся в прошлом году. Уже сегодня факультет стал весьма популярен. В этом году документы сюда подала четверть нынешних абитуриентов. Среди них и Мария Антонова. По рекомендации, наверное, друзей, то, что целевой прием сразу обеспечивается место работы, только из-за этого, потому что сейчас очень сложно найти работу по профессии. Набор абитуриентов сегодня продолжается. У тех, кто еще не определился с выбором профессии, есть впереди несколько дней. Последний день приема документов – 24 июля. Татьяна Сынаренко, Сергей Даровских, Новости ОТН. Первую медаль завоевали бийские самбисты на всероссийских соревнованиях. В эти дни в Армавире проходит финал седьмой летней спартакиады учащихся России. В составе сборной Сибирского федерального округа по самбо выступают наши земляки. Это ребята довольно опытные. Они и по самбо, и по джидо выступают. И здесь мы готовились к Сибири. Ну и, в принципе, надо отдать должное Алтайскому крайспорту управлению. Все, что нужно было для подготовки к Сибири, и все, что нужно для подготовки к финалу, мы все получили. В сборную Сибирского федерального округа вошли 10 лучших спортсменов. Почти половина из них – самбисты бийска. Это Антон Казаченко, Адам Айтпышев, Сергей Пенегин и Станислав Елясов. По итогам первого дня соревнований воспитанник третьей школы Олимпийского резерва Сергей Пенегин в весовой категории до 72 килограммов в борьбе за бронзу одержал уверенную победу. Станислав Елясов и Адам Айтпышев остались без медалей, но, тем не менее, вошли в десятку лучших. В принципе, эта спорта-киада, она проходит раз в два года, это очень большой уровень, она приравнивается, такая программа, есть одаренные дети. И вот по видам спорта, именно, вот есть по физике, математике, там и так далее, по спорту, именно на спорта-киаде таких одаренных детей отмечают, награждают. А в эти минуты в Армавире проходит финал второго дня. За победу борется Антон Казаченко. Пожелаем ему удачи и будем ждать добрых вестей. А пока продолжим выпуск. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И сейчас вы в этом убедитесь. Цитата из романа «12 стульев» как нельзя кстати подходит к фотографии, сделанной Михаилом Белобородовым. Он опубликовал ее в группе ВКонтакте «Бейск Типичный». Этот стенд установлен на 22-х карьерах. Пустующие места для спасательных кругов шутники заполнили булыжниками. Думаем, для оказания помощи ими, конечно, никто не воспользуется. Ведь помочь они могут только что быстрее пойти ко дну. За сутки этот пост набрал более 100 комментариев. Что ж, хочется надеяться, что спасательные круги на своем месте все-таки появятся. Дорогие друзья, делитесь своими интересными фотографиями и видеозаписями. Мы покажем их в эфире. Они должны быть связаны с «Бейском» и его жителями. Нас легко найти в Фейсбуке, в Одноклассниках и ВКонтакте. Ну что ж, а в завершении выпуска поговорим о Шукшинском фестивале в Сростках. Как и обещали, сегодня мы снова связались с Лидией Чудновой, директором Всероссийского мемориального музея-заповедника имени Василия Макаровича Шукшина. Здравствуйте, Лидия Александровна. Здравствуйте. Расскажите нам о песенном фестивале «В гостях у Шукшина» и о фотовыставке Анатолия Ивановича Ковтуна. В 10 часов утра на стадионе «Селостровский» откроется 16-й песенный фестиваль «В гостях у Шукшина». Его организатор – Комитет по культуре, спорту и туризму администрации Бийского района. В фестивале принимают участие 42 коллектива и исполнителя из Восточного Казахстана, Томской, Кемеровской области и 10 районов Алтайского края. В 11 часов в музее-заповеднике, в школе, где учился и работал Василий Макарович Шукшин, состоится открытие фотовыставки Анатолия Ивановича Ковтуна из города Москвы. Фотохудожник представит свою персональную выставку, на которой экспонируются более пяти виски фотографий. Центральная часть выставки – фотоснимки Василия Макаровича Шукшина, которые сделаны были в 1974 году. Большое спасибо вам за подробную информацию. До связи. До свидания. До свидания. О том, что еще интересного ждет гостей Шукшинского фестиваля с Ростках, Лидия Александровна обязательно расскажет нам и завтра. Так что смотрите новости ОТН, будете в курсе. А на сегодня у нас это все. Таким увидели этот день корреспонденты общественной телевидении Наукограда. Мы с вами прощаемся. И, как всегда, желаем приятного завершения вечера и всего доброго. Берегите себя. И до встречи завтра. А впереди блок полезной информации. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok